Лавр, лавровый лист, вечно зеленый кустарник или дерево семейства лавровых, родина, полуостров Малая Азия, восточное Средиземноморье, разводится во всех странах Южной и Западной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока, на Черноморском побережье Закавказья и в Крыму. Как пряность используются листья лавра, так называемый лавровый лист в свежем или чаще в высушенном виде, а также плоды, семена, лавра и лавровый порошок, представляющий собой концентрированный экстракт эфирных масел лавра и получаемый промышленным путем в Грузии. Сбор листьев производится один раз в два года, с одного гектара плантации лавра собирают до 4 тонн лаврового листа. Лавровый лист легко и быстро подается сушке на открытом воздухе или при комнатной температуре, но столь же легко портится при неправильном хранении. Вот почему лавровый лист следует хранить не только в хорошо закрытой посуде и в сухом месте, как и остальные пряности, но и лучше всего в спрессованном состоянии, что гарантирует длительное сохранение его аромата. Доброкачественный лавровый лист должен иметь в сухом виде ровный светло-оливковый цвет, такой лист после варки становится темно-зеленым и почти полностью походит на свежий лист лавра. Поблекшие, тем более порыжевшие сухие листья фактически негодны к употреблению, ибо они могут сообщить блюду затхлый, горький привкус, так как лишены основного ароматического начала эфирных масел. Лавровый лист используют для ароматизации супов, мясных, куриных, картофельных, рыбных, гороховых и водят во вторые блюда из мяса, тушеная говядина, телятина, баранина, отварной окорок, студень. Рыбы, отварная тушеная рыба, заливная маринованная сельдь, мягкотелых и панцирных раки, крабы, креветки, гребешки, овощей, тушеная морковь, отварной и тушеный картофель, гороховая каша, а также употребляется в соусы, главным образом в порошке, который у нас применяется редко, в грибные маринады в составе смеси пряностей, наконец, при консервировании мяса, овощей и рыбы. В первые блюда лавровый лист кладут за 5 минут до готовности, во вторые – за 10 минут. В соусы порошок вводят после их готовности, когда они остынут не менее чем до 40 градусов. Нормы лаврового листа могут быть довольно высокие, 3-4 листа на блюда, но при этом необходимо помнить, что нельзя передерживать лавровый лист в блюде, а следует вынимать его из блюда до подачи на стол, чтобы он не дал горечи. Вот почему лучше класть повышенную норму лаврового листа, скажем, вдвое большую, чем указано в том или ином рецепте, но вынимать его из блюда вдвое раньше, то есть давать на экспозицию сокращенный срок. Тем самым мы получим самые нежные, первые фракции эфирного масла, сделаем запах нежнее, но усилим его количество, вместо того, чтобы из малого количества лаврового листа получить весь до конца запах и тем самым выжать в блюда самые грубые, вторые и третьи фракции, дающие часто горький привкус. В народной медицине лавр применяется широко. Измельченные плоды и жирное масло лавра входят в состав мази, используемых против чесоточного клеща, при ревматических болях, при судорогах, опухолях, кожных заболеваниях и как средство, укрепляющее нервы. Лавровый лист применяют при сахарном диабете, так как он оказывает непосредственное нормализующее действие на углеродный обмен. 10 листьев лаврового листа заливают в термосе пол-литрами кипятка, настаивают от 1 до 2 часов. Принимают по полстакана 3 раза в день перед едой при чешуйчатом лише и диабете. Для изготовления масла, помогающего при судорогах, ревматизме и подгаре необходимо 30 грамм измельченных листьев настаивать 7-8 дней в 200 мл льняного или подсолнечного масла в теплом месте, процедить и отжать.